Здравствуйте, дамы и господа! С вами Александр Шадов! И сегодня мы снова разбираем уайтхед, да, да, белоголовый с нами, белый волк из Блавикина, или как там его, но вы знаете, ведьмак, настоящий ведьмак, уайтхед. И сегодня у нас чё, 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 приключения, идеи, часть третья, философская, философская часть. Ну вот, сегодня у нас вот такая тема, соответственно. По факту я буду много цитировать И мало комментировать, скорее всего Просто потому, что В каком-то смысле комментировать это не так интересно Ввиду того, что Вайтхэд довольно неплохо Пересказывает историю философии Местами, да, и многие вещи просто не будут упоминаться И это представляет какой-то маленький интерес Если хотите посмотреть, что пишет Вайтхэд Просто прочитайте это в книжке Или хотите узнать, что пишет Вайтхэд Прочитайте это в учебнике по философии В среднем пойдет, как бы, да Ну так вот Когда Декарт, Лок и Юм взялись за анализ опыта Они использовали те элементы собственного опыта Которые были ясны, отчетливы И способствовали точности интеллектуального рассуждения И это считалось неписанным законом Исключая Платона Что есть глубокие основоположения Позволяющие различать себя с особой ясностью Здесь оспаривается именно это предположение Субъект это тот, кто познает Объект это тот, что познается Таким образом, в этой интерпретации Объектно-субъектное отношение Предстает как отношение познаваемого И познающего Эта дедукция предполагает, что субъектно-объектное отношение Является фундаментальной структурой, моделью опыта Что по Уайтхаду, конечно, неправда Да, опять же Хотя Я согласен с этим предположением Но не в том смысле Что это ведет к отождествлению субъекта Объекта с познающим познаваемым Я утверждаю, что понятие познания является только абстракцией И что осознанное распознавание само является переменным фактором Присутствующим в тщательно разработанной Примерах опыта Экспериментальная основа эмоциональная Кстати, мне тоже кажется, что экспериментальная основа эмоциональная Я здесь ничего против не имею Кстати, многие интуиции Уайтхада действительно кажутся довольно хорошими Довольно рабочими Мне довольно сильно импонируют критические замечания Уайтхада И вообще разделение вот этой вот, собственно, дихотомии Субъектно-объектной дихотомии А на чем оно основано? Ну, типа А как? А что? А что вы с ним сделаете? Да, соответственно? Непонятно Непонятно, соответственно, на чем вы его будете основывать Как вы его обоснуете? Как вы его докажете? Непонятно Всякое познание, пишет Уайтхад Есть осознанное распознавание объектов Данных в опыте Но это осознанное распознавание Зависит от определения познания, наверное Ну да, ладно Распознание, которое является познанием Есть не более чем дополнительный фактор В субъективной форме взаимодействия субъекта и объекта Это взаимодействие есть тот материал Который создает индивидуальные вещи Составляющие единственную реальность универсума Индивидуальные вещи являются индивидуальными опытными случаями Актуальными сущностями Вне все знание происходит из непосредственного интуитивного наблюдения И верифицируется им То есть, ну опять же, очень силен аспект интуитивизма Такого вот у Уайтхада Он проявляется довольно часто Ну, опять же, это восходит к Платону С его припоминанием Опять же, Уайтхад очень платоноцентричен в данном случае С абстрактной точки зрения, пишет Уайтхад Объекты пассивны Но рассмотренные с точки зрения своего соединения в целое Они несут активность, которая движет миром Процесс творчества есть форма единства мира Но творчество по Уайтхаду принимает участие В восприятии мира является формой его единства Что тоже довольно интересно Как минимум интересно Далее Уайтхад разбирает разные философские категории Восприятия, ощущения, чувствований и так далее Этот анализ является во многом критичным Во многом даже любопытным Критиковать я его не буду О том, что он это сделал А что об этом рассказал, я вам поведал Хотите читать подробнее, читайте подробнее уже сами Ну, кое-что, наверное, следует процитировать Потому что это тоже любопытно Сравнительная характеристика духа и природы Учение о человеческом опыте Которые я описал выше В своих собственных интересах Сохраняет значение таких учений Как учения о различимых индивидуальностях Являющихся самостоятельными событиями опыта И учения о непрерывности Выраженной посредством идентичности субъектной формы Переходящей, соответственно, комфорно От одного события к другому Физический поток соответствует такому комфорному наследованию В основании которого лежит каждый случай проведения опыта Этот переход, несмотря на непрерывность субъектной формы Является, тем не менее, переходом от одного конечного индивидуального события к другому Таким образом, если относительно общей системы связей между прошлым и настоящим рассуждать по аналогии То мы должны исходить из квантовой теории В которой индивидуальные события являются релевантными И из теории непрерывности В которой доминирующим фактом является соответствующий переход субъектной формы Понятие физической энергии, которая лежит в основании физики Должно тогда рассматриваться как абстракция комплексной энергии Эмоциональной и целенаправленной Присущей, собственно, субъективной форме Того окончательного синтеза В котором каждый случай завершает себя Это полная энергия каждого действия опыта Кстати, понятие энергия Вайтхед будет с разными такими подходами для разных целей употреблять То есть для него это понятие очень-очень-очень действенное Так скажем Дальше он пишет Универсум двойственен уже потому, что в самом общем смысле Он является одновременно и приходящим, и вечным Универсум двойственен, ибо каждая конечная реальность Является одновременно и физической, и ментальной Универсум двойственен еще и потому, что каждая реальность Необходимо имеет абстрактный характер Универсум двойственен, и потому, что каждое событие Объединяет в себе формальную непосредственность С объективной инаковостью Универсум есть множество Потому, что он должен быть проанализирован Как множество конечных реальностей Чтобы предстать полным и законченным Или в терминологии Декарта Как множество res vera Универсум один Ибо он обладает универсальной эманентностью Таким образом, дуализм заключается в этом контрасте Единство и множество В универсуме царит единство Противоположностей, которое является основанием дуализма Следующая глава, двенадцатая Ну или вторая глава данного раздела Прошлое, настоящее, будущее Учение об эманентности прошлых событий Событием будущего, связанным с прошлым Достаточно обсуждалось в предыдущей главе Прошлое имеет объективное существование В настоящем, которое Будущее оставляет за собой Из этого обсуждения следует, что в этой мере В которой благодаря единообразному типу координации Доминирует соответствующая окружающая среда Любое событие будет ощущать свое прошлое Как предчувствие Продленности данного типа упорядоченности в будущее Находящееся за пределами прошлого Но будущее включает Рассматриваемое событие Одновременно ему окружающую среду Кстати, упоминание слов типа события Оно будет еще и впереди И вообще, если мы хотим сравнить Уайтхеда с каким-нибудь мыслителем Помимо того, что у нас есть уже Гегель Помимо того, что у нас есть уже Шпенглер И Тойнби, допустим У нас здесь еще прибавляется и Хайдегер И дело не только в событии Тут иногда попахивает духом Хайдегера С такой своеобразной заброшенностью человека Опять же, отдает этой самой заброшенностью В мир, имеется в виду Термины, конечно, не одинаковые у них У Хайдегера и у Уайтхеда Но у них какие-то вот схожие элементы есть И критика субъекта объектной дихотомии Тоже у Хайдегера как бы она есть То есть здесь, в этом плане Они как будто бы Как будто бы друг друга местами копируют Вот Но будущее Включает рассматриваемое событие Одновременную Ему окружающую среду Таким образом Осуществляется определенная имманентность Одновременного мира данному событию Причем эта имманентность Осуществляется не в отношении Конкретных индивидуальных событий Как общий субстрат последовательной связи Этот тип последовательности Будет связывать как различные части Одновременно существующие в мире Друг с другом Так и рассматриваемые события Но части одновременного мира Будут принадлежать к данному событию В их функции Быть способом связи Этого типа последовательности Таково общее объяснение Почему одновременный мир Может быть осознан Как область единообразных Пространственных связей Но это не объяснение того Почему в данную эпоху Доминирует именно эта конкретная система связи Правда, благодаря такому Объяснению Мы знаем основания По которому Некоторая система единообразных связей Должна управлять нашим восприятием Одновременного мира Внутренняя активность Была утрачена Одновременный мир Входит в опыт Как пассивный субъект связи и свойства Опять же, комментировать это я особо не буду Как скептик, вы понимаете Я могу сказать, что это сомнительно Но говорить это, по-моему, бессмысленно Потому что все сомнительно В итоге оказывается И если это так То какой смысл это в данном случае комментировать То есть Мы имеем довольно интересное представление Которое очень сильно отдает Хайтгерфским Продолжаем Понимание Вселенной С точки зрения излагаемой здесь метафизики Требует, чтобы разные роли Действенной причинности Теологического самотворения Уничтожения перспективы Независимости современных вещей Законопорядков Господствующих на протяжении Длительных эпох и менее значимых характеристик Внутри каждой эпохи Рассматривались в их различных отношениях Друг к другу Это понимание можно выразить иначе В таких антитезах, как Свобода и принуждение Выживание и разрушение Чувства глубокие и поверхностные Реализация концептуальная И физическая реализация Видимость и реальность Любое описание Приключений, идей Рассказывает о том, как идеи Нащупывают путь среди альтернатив Указанных этими выражениями Приключения, идей Да, вот оно Вот почему В том числе, вот почему Приключения, идей Вообще, Приключения, идей Опять же, отсылает нас К процессуальности Опять же, что нас В каком-то смысле Отсылает Гегелю Вот Вайтфит продолжает Процессуальную философию Что мы О чем мы тоже Ну, наверняка знаем По другим его в том числе Текстам И здесь он как раз По многому подобляясь Гегелю В каком смысле Я не скажу, что он это Он прям читал Гегеля И напрямую ему подобляется Но он подобен Гегелю При этом Он Описывает Так же и свою историю Идею У Гегеля была Своя история идей А у Вайтфеда Она своя Работающая по другим законам Единство области Двусложное Пишет Вайтфед Во-вторых По причине явной связанности Возникающей Взаимной имманентности Различных событий Включенных в эту область Во-вторых По причине Всепроникающей Идентичности Признаков Посредством чего Различные части Играют Сходные роли В любом внешнем событии Таким образом Область Со своими законами Природы Есть синоним Протяженной во времени Субстанции С ее существенным признаком Вот Здесь мы уже начинаем Вырисовывать взгляды И представления Самого Вайтфеда То есть Первая глава Была обзорной Вторая глава Тоже была обзорной Но хорошей Третья глава Уже близка К восприятию Самого Вайтфеда И последняя глава Будет итогом Если что Последний раздел Это прям вот Там мы обнаружим Саму систему Вайтфеда Можно так сказать То есть То что он хотел сказать В этой книге Он все-таки скажет Там Сейчас это может быть Не очень понятно Сейчас это все равно Может быть Не очень понятно Выражено Потому что Ну это Вайтфед Блин Это Вайтфед Простите Он здесь не для того Чтобы вам хорошо И понятно Все объяснить Это понятно Так вот И я вам тоже Сейчас объяснять не буду Потому что Потом в конце Все более-менее Встанет на свои места Ну кроме Плохой стилистики Конечно В последней главе Все встанет на свои места В последнем разделе Так что Сейчас заранее Я вам объяснять Этого не буду Но я как бы Вам хочу сказать Что дальше Будет лучше Дальше будет понятнее Так вот Группировка событий Следующая глава Группировка событий С результат Некоторой Общей функции Выполняемой Этими событиями В опыте Воспринимающего Субъекта События Объединенные в группы Становятся Затем Некоторым Единством Они становятся В опыте Воспринимающего Субъекта Одним целым Сложным в силу Его делимости На многие события Или на многие Подчиненные группы Событий Эти подчиненные группы Представляют собой В том случае Сложное единство Каждое из которых Относится К той же Метафизической Категории существования Что и вся группа Этот признак То есть разложимость На группы Аналогичного Типа бытия Есть общее Понятие протяженности Специфические отношения Если они есть Расположенные Симметрично Между протяженными В пространстве Группами Какой-либо эпохи Образуют систему Геометрии 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 даже Систему геометрии Господствующую В данную эпоху Если группу Рассматривать Под углом зрения Его основного Свойства Взаимноимманентности То понятая Как выражение Этой всеобщей Связанности Группа Это именуется Связью Или Нексусом Нексус Нексус Важное понятие Что такое Нексус Что такое Нексус Группа Рассмотренная Под углом Зрения Основного Свойства То есть Взаимноимманентности То есть Понятая Как выражение Этой всеобщей Связанности Это и есть Связь Или Нексус Еще раз Это важный термин Пригодится Для понимания Вайтхеда Пригодится Так скажем Сейчас Ик Пок Поднялись Нексус Нексус Есть события Много событий Множество разных событий Мы можем и группировать Понятно Да У нас Глава-то и называется Ну Ну Блин Он не видит Зафломастера Он Не хочет Так Так вот Нексус События 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 Вот Группировка События Для Товарища Вайтхеда Очень важна И он на нее Будет обращать Внимание В дальнейшем Очень много Так что В принципе Так что В принципе Да Это понятие Мы вынуждены Здесь закрепить И если мы его Не закрепим То Ну Потом просто Будет непонятно А что дальше делать Как вы понимаете Таким образом Термин Связь Нексус Не предполагает Какого-либо Особого Типа Порядка И вообще Не предполагает Никакого Иного Порядка Распространяющегося На его члены Кроме как Требования Всеобщей Метафизической Обязательности Взаимной Имманентности То есть Взаимная Имманентность Имманентность Внутренность Так скажем Нексус Может распространяться Как в пространстве Так и во времени Иначе говоря Он может включать В себя совокупности Событий Которые одновременно Друг другу А также Совокупности Событий Выступающих Относительно Друг друга Как прошлое Или будущее Если Нексус Носит Чисто Пространственный Характер То он Не содержит В себе Ни одной Пары Событий В которых Одно Пришествовало Бо другому А вселенная Реализует Свои ценности В силу Того Что координирует Общество Обществ И общество Обществ Обществ Такая армия Как общество Полков Как полк Общества Людей Люди Общества Клеток Крови Костей Объединенных Под эгидой Общества Личности Человеческого Опыта А клетки Общества Более мелких Физических Сущностей Таких Как протоны И так далее Вот все это Он рассматривает Через метафору Общества Опять же Насколько это Правомерно или нет Можно долго Рассуждать Но мы не будем Этого делать Это не главная задача Мне не нравится Мне не нравится Все что я могу сказать Просто не нравится Это не разрушающая По-любому критика Это просто Мне не нравится Кроме того Все эти общества Предполагают В качестве Окружающей среды Пространство Социальной Физической Деятельности Каждый из этих Протяженных Во времени Объектов Стол Животное Тело Звезда Само является Составной частью Всей вселенной Включающей в себя В свою очередь Иерархию Протяженных Во времени Объектов Единственное В строгом смысле Слово Личное общество Относительно Которого мы имеем Непосредственно Точную интуицию Это общество Нашего собственного Личного опыта Несмотря на все Трудности В изложении Все же Идеи Уайтхеда Складываются В единую картину Вот как мне кажется Это безусловно важно Это безусловно радует То есть мы начинали С того что Это было Похоже на бред Сумасшедшего Потом термины Начали более-менее Проясняться И хоть как-то Хоть что-то Хоть где-то Начало работать Ну и далее Жизнь Дает определение Вайтхеда Это координация Спонтанной Ментальной Деятельности В определенных Событиях Общества Вот такое Противопоставление Созидающее Движение Вперед Но чистое Но чистое Чувственное Восприятие Никогда Не входит В круг Человеческого Опыта Оно всегда Сопровождается Так называемой Интерпретацией Интерпретация Не обязательно Есть продукт Детально Разработанного Процесса Интеллектуального Мышления Мы так или иначе Принимаем мир Субстанциональных Объектов Непосредственно Данных Нашему опыту Наши привычки Наше состояние Ума Наши способы Поведения Все они Предлагают Наличие Такой интерпретации Действительно Ведь и само Понятие Простейших Сенса Сенса Ощущений Является Продуктом Мышления Достаточно Высокого Порядка С подходом К интерпретациями Мне в целом Все нравится Опять же Я тоже Такие аргументы Очень часто Использую Не скажу Что они неоспоримы В принципе Но Я их часто Использую Следующая глава Философский метод Что касается Методологии То рассматриваться Будет главным образом Вопрос о том Что метод Определяется Теорией И что всякий Конкретный частный Метод Применим лишь К теориям Соответствующего И вида Такая тесная Связь Теории Метода Частично Объясняется Что С этим Нельзя Не согласиться Я не знаю Просто Это надо Комментировать Или не надо То есть От того Какой у нас Метод Зависит То Какая у нас Будет Теория Потому что Теория Составляется С помощью Метод Это надо Объяснять Как говорится Вот это Реально Надо Объяснять По моему Нет Такая Тесная Связь Теорией Метода Частично объясняется тем фактом, что конкретная значимость данных определяется теорией, задающей основные условия обсуждения. Этим обстоятельством объясняется то, почему теории, задающие основные условия обсуждения, называются также рабочими гипотезами. Подытоживая это предисловие, скажем, что каждый метод есть некоторое удачное упрощение, но лишь истины к гениальному методу могут исследоваться с его помощью или формулироваться на языке им заданном. Да, метод формирует язык. И теория, кстати, формирует язык, это тоже важно. И теория, и метод формируют язык. Ибо каждое упрощение в известном смысле сверхупрощение. Так, критика теории начинается не с вопроса, истина она или ложна. Она заключается в том, что мы констатируем определенные границы ее полезного применения и ее неспособности выйти за эти границы. Но здесь я бы сказал, что это крайне сомнительно. Опять же, многое зависит от того, какая это теория, зачем мы ее формулируем. Если теория заявляется как истинная или объективная, то, наверное, ее имеет критиковать смысл за истинность или объективность. Например, ученые говорят, что теория эволюции – это объективная истина. Первое, с чего нужно начать, это критика данной теории с позиции истинности и ложности, на мой взгляд. Ну да ладно. Более того, даже если мы не принимаем истинности теории, но считаем ее рабочей, как мне видится, важно организовать некое пространство для альтернатив, чтобы те могли продвигать свое видение и, соответственно, показывать границы своего собственного полезного применения, который, по сути, развивается не только даже в процессе развития теории, а в расширении условий ее применения и условий применения практики. Возможности вообще применения данной теории к практике, ведь такие возможности реализовала пока что только наука, а остальные до этого не добрались, и не потому, что они не могут. Просто потому, что у них доступа нету ко всему этому. И конкуренция с наукой не дает им добраться до непосредственно опыта. Теория эволюции, например, не имеет никакой пользы, на мой взгляд, да, опять же, если оставить ее на руках лишь биологов-теоретиков. Всякая теория может отыскать свою пользу только в непосредственном использовании. А то, что ученые пишут в графе «практическое применение», это их досужие домыслы, и чаще всего к этому относятся довольно поверхностно. Так вот, более того, как я уже много где говорил и писал, сама теория является лишь косвенно полезной, потому что она индуктивно обобщает в себе опыт и запоминает корреляции феноменов. Предсказательная сила теории обыкновенно носит временный характер, то есть рано или поздно прекращается. И следует эта предсказательная сила скорее из моделей, а модель сама по себе еще не есть теория. Дальше Вайтхед пишет. Теория есть неразвлеченное утверждение, есть частичная истина. Внезапно, частичная. Что значит частичная истина? С чего бы? Некоторые ее термины заключают в себе общие понятия с ошибочной специализацией, другие же также слишком общие требуют умения разбираться в самих возможностях их специализации. Что вообще значит теория есть незащищенное утверждение, частичная истина? Почему частичная истина? Почему это утверждение? Ну ладно. Спекулятивная философия, пишет Вайтхед, может быть определена как усилие, направленное на построение связанной логичной, обязательной системы общих идей, в рамках которой можно интерпретировать каждый элемент нашего опыта. Интерпретация здесь означает, что каждый элемент опыта будет понят как частный случай общей схемы. Таким образом, спекулятивная философия заключает в себе метод рабочей гипотезы. Ну, тоже это имеет смысл, на мой взгляд, да. Метод есть некоторый способ обращения с данными, со свидетельствами. Что представляют собой свидетельства, к которым обращается философия? Принято противопоставлять объективный подход древних греков и субъективный подход современных философов, начало которому положил Декарт и который получил дальнейшее развитие у Лока и Юма. Но кем бы мы ни были древними или современными, мы имеем дело с вещами, в некотором смысле опытно переживаемыми. Греки имели дело с вещами, которые, как они полагали, были даны им в опыте, а Юм просто поставил вопрос, что мы испытываем. Это именно тот вопрос, на который, по собственному предположению, отвечали Платон и Аристотель. Первая ошибка – это допущение нескольких строго определенных средств коммуникации. Он даже переключается на тему коммуникации, получается, с внешним миром. А именно пяти органов чувств. Живым органом опыта является живое тело, взятое в целом. Любая нестабильность в любой его части, будь то нестабильность химическая, физическая или малярная, вызывает некоторую приспособительную реакцию жизнедеятельности во всем организме. В процессе такой физической деятельности и зарождается человеческий опыт. Вторая ошибка, по мнению Уайтхеда – это предположение о том, что единственный способ определения через опыт – анализ, осуществимый путем созидательной интроспекции. Где хранятся эти необработанные данные, из которых в философии следует исходить при обсуждении своих проблем? Где же они, интересно, хранятся? На каком языке должно происходить это обсуждение? Основными источниками данных, соответствующих широте человеческого опыта, являются язык, социальные институты и действия, в том числе область слияния этих трех сфер, язык, интерпретирующий действия и социальные институты. Язык доставляет свои данные по трем рубрикам. Это, во-первых, данные о значении слов, во-вторых, данные о значениях содержания в грамматических формах, в-третьих, данные о значениях, лежащих за пределами индивидуальных слов и грамматических форм, о значениях чудесным образом раскрытых в великой литературе. Несомненно, философия и влияние литературы прошлого ощущается в большей степени, чем в любой другой науке. И на то есть основания. Но утверждение, будто она располагает совокупностью технических терминов, достаточных для решения своих задач и вполне выражающих ее смысловые проблемы, совершенно безосновательно. В действительности философская литература настолько обширна, а расхождение между различными школами мысли столь значительно, что существуют обильнейшие свидетельства о весьма простительном незнании философского словоупотребления. Своей фразой, то, что я чувствую и что я не есть объект вне меня, Брэдли, мы разобсуждаем теперь философию Брэдли, однако может иметь в виду то, что я называю негативным схватыванием. Такое схватывание действует посредством вклада его субъективной формы в процесс созидания. Но это освобождает объект схватывания от возможности войти в данность итогового удовлетворения. Это итоговое сложное данное будет тем, что Брэдли называет тем объектом, который удовлетворяет меня. И в этом случае я согласен. Учение о живом переживании, окутывающем каждое конкретное проявление субъекта объектной ситуации, явилось на свет значительно раньше Брэдли. Его истоки мы находим у Платона, который утверждает, что характер в целом сообразуется с правильным знанием. Он имплицитно отказывается абстрагировать живое переживание от голого интеллектуального восприятия. И таким образом отождествляет добродетель и знания. Прогресс психологии способствовал тому, что мы научились лучше различать данные сознания. Но он не изменил того факта, что восприятие неизбежно окутано переживанием. Переживание, эмоции. Здесь тоже все очень важно. Это все испритяно. Это будет очень часто повторяться. У Уайтхеда это вообще база базированная. С этим придется иметь очень много дела, если вы читаете Уайтхеда. Уайтхеда продолжаем. В поддержку своей точки зрения сошлюсь на авторитет Брэдли. Он пишет. В каждый момент времени моя стадия опыта, независимо от того, чем она является, помимо него, есть некое целое, которое я непосредственно сознаю. Это опытно данное безотносительное единство многого в одном. Здесь Брэдли выражением безотносительное хочет очевидно указать, что этот опыт не есть отношение субъекта опыта к чему-то внешнему, но есть само объемлющее целое, которое есть искомая связанность многого в одном. Основной метод философского обращения с фактическими свидетельствами это метод описательной генерализации. Здесь я не согласен. Ну да ладно. Философия может быть разная. Может быть феноменология, например. Ну да ладно. Социальные институты, например, являют собой беспорядочную массу характеристик. Нет фактов, которые суть просто такие-то и такие-то. Каждый факт служит примером сразу многих признаков, и все они коренятся в особенностях эпохи. Философская генерализация использует эти признаки, обладающие постоянным значением, и игнорирует то, что незначительно и эфемерно. Она двигается вверх от некоторого частного факта или видовой характеристики к выражаемому ими роду. Философия есть движение к родовым различиям с целью понимания возможностей их соединения. Открытие новых родовых различий таким образом увеличивает плодотворность уже известных взгляду. Взгляду открываются новые возможности сочетания в данном случае. Кстати, глава довольно душная. Она хорошая, она качественная, она хорошо написана. Здесь как бы действительно философия, причем такая вот хорошая философия получается. Серьезная философия. У меня в основном каких-то комментариев здесь нет. Ну, можно опять же не согласиться, можно сомневаться, но вы опять же понимаете, да, что для скептика сомнительно очень многое. Но разборы опыта мне нравятся у Уайтхеда. Даже смутное представление о каком-то великом принципе можно окутать громадной эмоциональной силой, пишет Уайтхед. И вот опять же, вот эта вот связь с эмоциональностью. Она крайне сомнительна, эта связь с эмоциональностью. Ну, окей, я сам иногда апеллирую к похожим вещам, если что. Хаос конкретных действий, возникающих из таких сложных чувств, кореняющихся в глубокой интуитивной способности. Первобытные времена имеют зачастую грубый и отталкивающий характер. В конце концов, в цивилизованном языке вырабатывается целая группа слов, каждая из которых воплощает в себе общую идею со своей собственной специализацией. Если мы желаем достичь общности всех этих особых значений, мы должны собрать воедино всю группу слов в надежде распознать их общий элемент. Это необходимая процедура, если мы руководствуемся задачей философской генерализации. Преждевременное употребление некого знакомого слова неизбежно ограничивает искомое обобщение, внося в работу мысли знакомую специфическую коннотацию этого слова. Формулируя программу философской деятельности, мы должны давать каждому метафизическому понятию возможно более широкое поле применения. Лишь таким образом мы можем исследовать истинное согласование идей. Это правило даже более важное, чем учение оком об экономии сущностей. Оно есть правило, согласно которому диапазон применения метафизического принципа следует ограничивать лишь в силу необходимости, определяемой его смыслом. Необходимость, определяемая его смыслом. В общем, следующая часть – это цивилизация. И мы ее будем изучать уже потом, в следующем выпуске. Так вот, Вайтхед, как вы видите, в итоге, когда он все-таки начал заниматься философскими вопросами, философскими вопросами, а не научными и философскими, он стал на порядок сильнее. Чистая культурология, на мой взгляд, у Вайтхеда получилась довольно плохо. То есть, он пытался притянуть сову на глобус, условно, пытался натянуть одно на другое, но у него как-то не особо это получилось. Когда речь касается науки и философии, он рассказывает довольно подробно, уверенно. Он хорошо выстроил свою позицию. Связь восприятия эмоций кажется вещью вполне воспринимаемой, кстати. То есть, если у вас хорошая рефлексия, вы, наверное, обнаружите, что есть связь и вашей рационализации эмоциональной сферы, и связь ваших восприятий эмоциональной сферы. В общем, Вайтхед в этом плане молодец. Ну что, друзья, я, Александр Шадов, хочу сказать вам, что большое вам спасибо за то, что вы меня слушали. Большое вам спасибо! Большое спасибо, что вы меня слушали. Меня это очень радует. Меня радует, что хоть кто-то это посмотрит обязательно. У нас еще один выпуск Вайтхеда. Подписывайтесь на канал. Приходите ко мне на стримы. Донатьте! Подписывайтесь на Бусти. С вами был Александр Шадов, друзья. Обнимаю вас! Все. Финал. Конец. Конец, 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 конец. Заканчиваем. Заканчиваем.